ПОСЛАНИЕ К КРИМЛИНЫМ «Я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христова, дабы не созидать на чужом основании. Но, как написано, не имевшие о нем известий увидят, не услышавшие узнают». Что плохого созидать на чужом основании? Фундаменте, да? То есть, он говорит, я не строил там, где уже был заложен фундамент. Разве это разумно? Пришел куда-то там, строителей нет, а фундамент заложен. Зачем тебе новую яму копать, новый фундамент закладывать? Вот на этом и строй. Что, гордость не позволяет? Чтобы потом сказать, я этот дом построил своими руками от начала и до конца? Неразумно. И тогда что? Каждый возделывает свой маленький садик. Есть такой образ, когда вот люди как бы не думают об общей картине. Вот, может, все плохо, может, все разваливается. Но я свой маленький садик возделываю. Вот у меня тут что-то выросло, что-то получилось. А в остальное я не лезу. Вот это Павел имеет в виду. Слушайте, ну тогда бы он не писал вообще никаких посланий. Он бы сидел где-нибудь у себя там, не знаю, в какой-нибудь галатийской деревушке и растел бы свой садик, свою маленькую церковную общину. Он лезет ко всем. Ну, буквально. Вот он пишет кому? Римлянам. А римляне это что? Это его, что ли, садик? Нет, совсем нет. Он не был тем, кто принес весть о Христе в Рим. В Риме большая, сильная община христианская. И Павел к ней собирается. И пишет еще предварительно целое послание. На чужом основании строить будет? Хм. Сам себе противоречит. Смотрите. Если взять немножко шире по контексту. Он рассказывает о своем служении. Он говорит, что он отправился на проповедь к тем народам, которые еще не знали проповеди о Христе, которых тогда было очень много. Да? Он отправился. Он пишет тут дуэлирика. Это нынешние Балканы. И вот там, в этих странах, он возвещает Христа, потому что прежде никто этого не сделал. Не то, что он брезгует чужим основаниям. Не то, что он как бы вот хочет себе взять всю славу, все почести того, что он проповедовал где-нибудь там в Филиппах, в Колоссах или там в Коринфе христианство и основал свою общину. Но он понимает, что в этих городах не было ничего проповедовано до него. И вот сон, после которого он переправляется на территорию Европы современной, это сон, когда некто в македонской одежде к нему приходит и говорит, приди к нам, помоги нам. То есть вот мы тебя ждем, нам тебя не хватает. Очень легко искать под фонарем. Знаете, такой образ, да, потерял ключи в Канаве, а еще под фонарем. Почему? Светло под фонарем, а в Канаве мокро и холодно, да. Найду ли я их под фонарем? Нет, конечно. Они в Канаве. Вот Павел лезет в Канаву, потому что там, где ничего еще нет, там большая нужда. Там, собственно, эта проповедь и нужна в наибольшей степени. И мне кажется, это далеко не отказ от сотрудничества, не горделивое самозамыкание, да. Вот это моя община в Каринфах, в Каринфе это вот я ее основал, не лезьте ко мне со своими советами. И сам он к другим советами, ну, лезет плохое слово, обращается, да, предлагает им свои советы. Это скорее вопрос о том, что действовать надо там, где есть наибольшая нужда в этом действии. Вот туда пойди, это не всегда далеко. Я бы привел только один пример. Я вот в Москве живу, в наших больших городах очень много выходцев из других стран или других регионов нашей страны, которые, может быть, крайне мало слышали о Христе. Рассказываем ли мы им что-нибудь? А вот это был бы вариант строить на своем основании, да, то есть вот обратиться именно к тем, ну, там, ехать на Чукотку или в республику Конго в Африку, наверное, трудно, да, не всякому это по силам. А вот обратиться к этим людям с какой-то проповедью, можем ли мы это сделать? Готовы ли начать строить на своем основании?